Дефенс 1. США договора РСМД обречен. Нам необходима новая система контроля над вооружениями. 30 января 2019 года и на СМИ. Дефенс 1. США договора РСМД обречен. Нам необходима новая система контроля над вооружениями. Государственный секретарь США Майк Помпио и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Источник изображения. Апфото, Франциско Секко. Судьба договора РСМД это сигнал тревоги для экспертов по контролю над вооружениями стратегов по обе стороны от линии Восток-Запад, считает автор статьи в американском онлайн-журнале. При этом ситуацию он рассматривает с точки зрения США, принимая все их доводы и даже не упоминая о российских контраргументах. Правда, действия администрации Трампа вызывают у него не менее резкую критику. Создается впечатление. Что ни администрация Трампа, ни российское правительство абсолютно не заинтересованы в сохранении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. У обеих стран есть на это свои причины, и эксперты по контролю над вооружениями поступят благоразумно. Если перестанут призывать к сохранению договора о РСМД непредвзято проанализируют, что именно изменилось. Обвинения США в том, что Россия нарушает условия договора о РСМД, впервые прозвучали в 2014 году. Недавно администрация Трампа опубликовала досье, в котором представлены данные, подкрепляющие точку зрения американцев. С 2014 года российское правительство неоднократно отвергало эти обвинения и заявляло о том, что именно США нарушают этот договор. Между тем большинство правительств по обе стороны Атлантики и независимых экспертов в области контроля над вооружениями убеждены, что Россия нарушает условия этого договора. Большинство из них также считают встречные претензии России довольно сомнительными. С тех пор как администрация Обамы впервые заявила о том, что Россия нарушила условия этого договора, проведя испытания запрещенных ракет, Кремль уже успел эти ракеты развернуть. Действия России однозначно свидетельствуют о том, что первые нарушения не были результатом какого-то недосмотра, а были осознанным шагом. У Кремля всегда была возможность выйти из этого договора, как США вышли из договора о противоракетной обороне в 2002 году. Однако это вызвало бы резкую критику со стороны международного сообщества. Поэтому Кремль предоставил США возможность сделать первый шаг. Администрация Трампа оказала ему эту услугу. Позволив Гену Путину одержать серьезную репутационную победу. Вместо того, чтобы развернуть эффективную пропагандистскую кампанию вокруг нарушений России договора о РСМД, США выставили себя стороной, нарушающей правила. Тот адресованный Кремлю ультиматум, который господин Помпео озвучил 4 декабря, нацелен на то, чтобы похоронить, а не спасти договор о РСМД. Вероятность того, что под давлением США Кремль свернет с того курса, на который он встал много лет назад, равна нулю. Причины, по которым администрация Трампа стремится поставить крест на этом договоре кроме той, что за 4 года после заявления США о нарушениях России последняя перешла от испытаний запрещенных ракет к их развертыванию вполне очевидно. Президенту Трампу не нравятся договоры, в составлении которых он не принимал участие. Северо-Американское соглашение о свободной торговле, Транстехоокеанское партнерство и даже Североатлантический договор, с его точки зрения, обладают серьезными недостатками и не способствуют реализации интересов США. Договор о РСМД имеет большое значение для европейских союзников США, в первую очередь для Германии, которая часто становится мишенью для ярости господина Трампа. Вполне возможно, это еще один аргумент в пользу того, чтобы отказаться от договора. Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон является убежденным критиком контроля над вооружениями, и он неоднократно выступал за то, чтобы США вышли из целой серии соглашений, которые, по его мнению, мешают Америке обеспечивать ее собственную безопасность. Наконец, некоторые американские эксперты в области обороны утверждают, что США необходимы ракеты промежуточной дальности, чтобы противостоять Китаю. У Кремля тоже есть причины для того, чтобы не любить договор о РСМД, который запрещает ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, но никак не ограничивает ракеты морского и воздушного базирования. Российские стратеги всегда рассматривали ракеты наземного базирования как ключевой элемент своего арсенала, тогда как НАТО и США всегда имели очевидное преимущество в смысле ракет морского и воздушного базирования. Упразднение Варшавского договора и распад СССР, а также расширение НАТО на восток в значительной мере изменили географию российской оценки и угрозы. Постепенное расширение НАТО переместило границу НАТО-Россия гораздо дальше на восток, лишив Россию того стратегического буфера, который был важнейшим элементом оборонного планирования России на протяжении многих веков. В отсутствие этого буфера стран Варшавского договора и западных республик СССР американские ракеты морского и воздушного базирования, не запрещенные договором АРСМД, теперь могут достичь территории России всего за несколько минут. В отсутствие арсенала ракет средней и меньшей дальности у России, по мнению ее военных стратегов, довольно мало возможностей противостоять угрозе. Высокопоставленные российские чиновники, включая господина Путина, много лет жаловались на несправедливость условий договора АРСМД. Поэтому объявление Трампа о решении выйти из этого договора стало для них настоящим подарком, поскольку теперь вся ответственность за это ляжет на США. Учитывая такое слияние интересов Кремля и администрации Трампа, договор АРСМД обречен. Метод Кнута и Пряника, который предлагают некоторые эксперты укрепления систем противоракетной обороны НАТО, развертывание неядерных наступательных систем воздушного и морского базирования вблизи российских границ и одновременно с этим предоставление России гарантий касательно тех американских систем, которые, как она утверждает, нарушают договор АРСМД и не сработает. Угроза со стороны наступательных систем морского и воздушного базирования лишний раз убедит Россию в том, что договор АРСМД служит интересом США. Заверение в том, что американские системы, которые, как утверждает Россия, нарушают договор, не самом деле его не нарушают. Это не то, чего хотят российские военные стратеги, которым необходимо обеспечить способность предотвратить или дать отпор НАТО, угрожающему центральной части России. Невозможно отделить судьбу договора АРСМД от географии противостояния НАТО и России. Расширение НАТО позволило дать надежные гарантии безопасности странам Центральной и Восточной Европы гарантии, которые им нужны были для защиты как раз от такой России, с которой мы имеем дело сегодня. Однако Россия отвергает такую систему европейской безопасности, в центре которой стоит НАТО, и расширение Альянса привело к формированию атмосферы незащищенности вдоль ее восточных границ. Асимметричность договора АРСМД, который не запрещает некоторые ракеты средней и меньшей дальности, но запрещает другие, лишила его авторитета в глазах российских стратегов, которые столкнулись с новой картой НАТО и постоянно совершенствующимся наступательным потенциалом США. Судьба договора АРСМД – это сигнал тревоги для экспертов по контролю над вооружениями и стратегов по обе стороны от линии Восток-Запад. Та система контроля над вооружениями, которая складывалась в эпоху Холодной войны, стремительно устаревает. Она не успевает за быстрыми темпами технологических изменений и изменений в географии угроз. Она все еще может выполнять полезную функцию и служить платформой для переговоров касательно управления гонкой вооружений в условиях новой эпохи. Но сама по себе эта система не является панацеей, и она даже может отвлекать от того, в чем мы сейчас отчаянно нуждаемся от обсуждения вопросов стратегической стабильности в таких условиях, к которым обе стороны плохо подготовлены. Юджин Румер – старший научный сотрудник и директор российско-евразийской программы фонда Карниги. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Юджин Румер – 29 января 2019 года права на данный материал принадлежат и на СМИ. Материал размещен правообладателем в открытом доступе оригинал публикации.